В рамках моей работы одна из функций Google, которой я пользуюсь особенно часто, это поиск изображений. Здесь есть также все о фотосильных и профессиональных камерах. Часть представлена в виде сравнения, а это так называемый сравнительный анализ. Сегодня на рынке представлено огромное количество цифровых камер. Работники Google сфотографировали каждую из них и поместили фото онлайн. Возьмем, к примеру, очень простую дешевую камеру Canon Powershot A10 и сравним с более дорогой, такой как Nikon D70 SLR. Первое, что вы заметите, это насколько более мощное расширение и четкость у Nikon. Вы можете сравнить также детали и цвета, и поймете, какой из камер действительно хотите приобрести. Еще один из моих любимых сайтов это страничка iPod или приставок. Здесь представлена новая информация, но самое главное это ремью и дополнительные устройства. Оказывается, существует столько аксессуаров к iPod, таких, например, как iDream, а от Гриппинг. Фактически это маленький радиопередатчик, так что вы сможете слушать ваш iPod через стереосистему своего автомобиля. К сожалению, это противозаконно вероятнее, потому что означает, что вы устанавливаете собственную литератскую радиостанцию. Анализ, другой часто посещаемый мною сайт, это Вавилонская рыба. Рыбл фиш — это языковой перевод. Вы можете задавать ему вопросы, но если я хочу сказать привет и добро пожаловать на шоу изобретений, по-итальянски я скажу это так. Итальянский, что я хочу сказать — ciao, bianvenuto. Нет, пожалуй, даже пытаться не буду. Но я хотя бы смогу это кому-нибудь написать. А это мои любимые закладки, а точнее те, о которых я хотел рассказать вам. Шоу удивительных изобретений. В этом году будет продано более половины миллиардов мобильных телефонов. Это, вероятно, одно из самых важных изобретений. А чтобы узнать побольше о возможном его будущем, вы должны отправиться к одному человеку. В 1997 году Карл Камприз создал первый телефон с... ...конечно, так что это важное достижение.